Друзья, приветствую! Томас из Литвы прислал посылку с образцами масла Одинол экономик 0,520 вязкостью 5,20. Вот свежая отработка, описание автомобиля, условия эксплуатации. Здесь вы видите верхняя строчка. Томас проживает в центральной части страны в деревне, в 120 километрах от столицы Вильнюса. Ну и допуски, условия эксплуатации, как я уже говорил, их конечно я приведу. Более полные, ну полная информация будет в описании, потому что на экран обычно все не помещается. Ну давайте сейчас распакую, подпишу. Этот процесс я не буду вам показывать, занимать время. И начнем с создания эталона. Одинол я еще не проверял никогда. Так вот видите, масло это у нас SP, заявленное у производителя ELSAC JF6. Но возможно варианты. Я думаю, что вот последнее время вот идет подправка на SP, на 6 ELSAC и поэтому неизвестно, что в канистре до этого вот на обложке, если вы заметили, там ELSAC 5 еще, то есть подправлена рецептура. Ну вот такая значит спектрограмма получилась при обновлении. 0,06 значит пик эстеровый. Это примерно полтора процента. Кстати, она очень похожа на и по уровню эстеров на G-Energy из прошлого видео. G-Energy форест 0,20. Так, значит, далее подкорректирую значение. Ну прибор вот что намерил относительно болванки. Посмотрите, значит, уровень присадок 59. Кстати, тоже похоже на G-Energy. Там, по-моему, 64 было что-то такое. Так, ну это понятно, что масло энергосберегающее с небольшим количеством фосфора, поэтому подправляю я 100%. Гликоль 0,4. Видимо, кто-то из, что-то из компонентов дает вот такие показатели. Тут тоже выставляю уровень в нули. Ну и, в общем-то, больше править нечего. Посмотрите, что прибор намерил. Щелочное 6,5, а кислотное 1,46. Очень правдоподобные цифры. Не знаю, честно говоря, данных по щелочному не нашел, но низковато. Шесть с половиной. Ну, хотя шестой эльсак вполне может быть, особенно для европейского масла, как по мне. Так, значит, приступаем к проверке отработки. Это Dorge Durando 2015 года, полноприводный, с двигателем 1,6 Pentastar, 299 лошадиных сил, объем масла 5,6 литров, 137 тысяч пробега. Значит, на масле 8,219 километров, что соответствует 267 моточасам. И масло использовалось, значит, с сентября 21 по январь 22. Топливо, бензин Ай-95 и, значит, газ, сжиженный газ, пропанбутан. Расход. Томас написал от 16 до 19 литров газа. Ну и вот, посмотрите, какие параметры получились. 82 по присадкам. Небольшой гликоль, но это может быть и погрешность. 1,1. Щелочное 3,5 и кислотное 2,04. Отлично как бы держится масло, но здесь видно, что никаких претензий нету к нитрованию, окислению. То есть, и оборудование настроено, газовое, отлично. То есть, масло полностью рабочее, несмотря на то, что это такая, скажем, облегченная версия масла, энергосберегающее, с урезанным пакетом. В общем-то, претензий ни к мотору, ни ничего, ведь и сажи мало. Ну, видно, что масло такое светленькое очень. Что еще хочется отметить, у Томаса написано, что прогревов нет. Сел, сразу поехал. Езда по окрестным дорогам, там грунтовые, асфальтовые, с невысокой скоростью, на низких оборотах, 8-ступенчатый автомат, оборудование газобаллонное, BRC четвертого поколения. Как я уже сказал, видно, что оно хорошо настроено. Ну, в общем-то, скорость редко, когда практически не превышает 90 километров в час. То есть, условия очень такие, как сказать, очень, не очень. Ну, условия достаточно комфортные для автомобиля, на мой взгляд. Единственное, что расход, конечно, большой, это влияет. Ну, посмотрите на вязкость, тоже шикарно масло держится, несмотря на то, что, повторю, это двадцатка. Посмотрите, минимальное разжижение. Ну, вообще, практически можно проигнорировать этот момент. Отлично. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И сейчас я покажу вам прогноз по ресурсу, который получился в результате проверки. Значит, что было, что стало. Прогноз получается, практически 11600 километров до, скажем так, до полной сработки моющего, нейтрализующего пакета. Это, когда встретится кислотное щелочное, такое будет нейтральное масло уже. Сначала оно полезное, потом становится нейтральное в какой-то точке и уже потом начинает максимально вредить двигателю. Ну, и 376 часов. Шикарный результат для, скорее всего, это гидрокрекинг. Я думаю, что даже может быть G Energy покрепче, потому что там нулевка. Скорее всего, может быть там добавлено какой-нибудь пау. А здесь, в принципе, от пятерки можно уже, наверное, и на чистом гидрокрекинге сделать. Опять же, щелочное здесь ниже. То есть, я допускаю, что даже G Energy в этих условиях отработал бы получше, честно говоря. Потому что все-таки, ну вот, разница между кислотным и щелочным, вот эта дельта, она как бы важную роль играет. Чем она больше, естественно, тем больше ресурсу масла. А здесь, хоть и невысокая кислотная, но достаточно такое низкая и щелочная. Ну, в общем-то, что тут можно сказать? Я считаю, что масло отработало отлично. С мотором тоже не видно никаких проблем и сложностей. Ну, эти моторы, я думаю, что очень крепкие, объем большой, обороты невысокие, то есть, он может ходить долго и счастливо. Вот такой получился тест. Благодарю Томаса за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующем видео. Пока!